Девушки отдыхают 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 вот с той стороны я помню что мы приехали память чего о строительстве бама 5 6 7 8 9 10 12 13 20 вот так что всю эту дорогу и весь этот 20 войсковых частей строили все и сейчас здесь нет представляешь какая здесь кипела жизнь да а ты помнишь куда поезд прибывал когда первый раз сюда приехали я не запомнил этот момент я только не могла понять что мы куда-то приехал сургала я уже не я знала что мне надо никуда ехать вот так все выключай а то я сейчас начну плакать и жалеть себя еще в 1976 году стыдно появилась замечательная консультационная хабиришка дотворивший специалистов в перспективе будущих перевозок и хотя дорога еще только строгая потребность в грамотных и современных специалистов уже ощущалось ушло время сдавались в эксплуатацию все новые и новые участки магистрали совершенствовалось техническое оснащение значительно увеличивалось у них поэтому здравствуйте я наверное к вам да Присаживайтесь, молодой человек, Андрюша Малахов, я потом вам принесу его успеваемость за все это. Присаживайтесь, пожалуйста, там гибротаж. Ну это коррекционный класс. Это все правильно. Главное, чтобы он сейчас не дал себе слабинку, а показал, что он может и в учебе, и быть лидером в соревновании везде, понимаете? Только так успокаивай. Вот до чего доводится. В школе нет-нет. И думаю, когда уже там чувствую, что все, скипели мозги, я сразу думаю, о, быстрее домой, быстрее домой пособирать картину. Все, откликаешься. А когда новые, вот только прикуплюсь, да? О, я даже просыпаюсь пораньше, чтобы до работы хоть чуть-чуть сложить. Но это ненормально, наверное. Не, если я понимаю, что это ненормально, значит все нормально. Хорошо. Договоримся. Все, нормально. Все, поедине очень. Дальше. Дальше. Должна поздороваться, это мама ведет детей. Дети, например, дети с кого были? С семьи, с мамой, с правой. Если мама не здоровается, дети очень должны здороваться. Представляешь? Белые дети. Катюшка! Ну, только не надо вот этого, башка, пожалуйста. Я люблю себя. Ничего, я объясняю вообще. Ты ручки не сдашь, поверьте. Ну, вот там напиши по релу. Да, у меня почерк. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте, мой хороший. Здравствуйте. Выходи, работай. Макрабородов, господин. Совершенно дядний. Совершенно дядний. Конечно. Ну, а ты, мой хороший, конечно же, не совершил. Не, не сюда. Совершенно дядний. Нет, конечно же. Выходи, пожалуйста, сюда. Мы можем пойти на опорный пункт милиции. Возвать родителей. Не загибать. Скажи паспорт. Угу. Осеннее пальто, какая-то шляпка. Замшевые сапоги на каблуке. И тут оп. Болото. Снег тает. Сля какие-то. Машины какие-то ездят. Куда идти. Ну, любовь великла за собой. Я очень красиво шла. Я шла вот так от бедра. Да. Насколько это было возможно, пока не повязали каблуки в эту... В гравий. Потом я поняла, как я глупо выгляжу на этих шпильках. И купила здесь какие-то полуботы, типа вот этих. И уже тогда шла, не отличаясь ни от кого. Уже все. Я бамовец. Как все. Вот так это было. Вот так это было. Эх, иногда хочется вот так вот закрыть глаза и сказать, нет, это было не со мной. Хочу обратно домой. Ты знаешь, о чем я подумала? Я не знаю. Может быть и вправду я дура. Почему-то люди все здесь живут. Добрый день. Все живут, все как-то радуются. Все. Ну почему мне так тоскливо? Нет. Эх. Что мы с царей снимем? Эй, Лука. Что мы с царей снимем? Что мы с царей уже снимем? Ну ну разбери их. Разбери их. Ну не надо. Я говорю, начинай снимать. Вас. Алла Пугачева что ли? Что тебе снимать? Авторитет. Авторитет чего ты? Мы его не слышать. Школ. Вот он звонит. В каких школах? Да вы его не слышите. Во время нашего дежурства было замечено следующее. СССР в Плотниках называют себя местными авторитетами. Провоцируют детей начальных классов на драку. А потом снимают это на видео. Что снимаешь? Подпечень сейчас. Давно. Сань, чай все взял. Этого еще три года назад не было. Этого еще не было. Чтобы ребенка... Даже еще позапрошлым году этого не было. Чтобы мне кто-то сказал, что хочу и сяду. Хочу и выйду. Да у меня бы вообще, наверное, я бы гласила в один момент. Не было этого еще. Вот мы сидели в своей деревне и думали, боже, как хорошо, что мы не в городе. Какие дети. Все свои. Мы же знаем, что они ели. Кто папа. Что пил. Что не пил. Сколько получил. Что купил. Мы все про всех знаем. Точно так же, как они. Ну это вот-вот. Одна семья. Все. Ну и Пухов не наш. А Вайциковский соскотинился. Ну этот сядет скоро. Этот скоро сядет. Балансы. 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 Тебе дали право выбора, посещать урок или нет. Завтра тоже не поймать. Ну завтра у нас уже конец. Хороший, красивый мальчик, а учиться не хочется. Как их позвать тренера? Руслан Дмитрий! Вот мой тигаев! Отлично! Пытался в футбол подбить, да? Нет, ничего не случилось? В курсе спрашиваем, почему он никогда не ходит? Он курить стал много! Здравствуйте! Андрюша Малахова? На данный момент у меня его нет. Он очень трудный, он даже мне не нужен. Как это? Да? АПЛОДИСМЕНТЫ И когда я вижу, когда взрослый человек, родители, не понимают, что ему разжевывают, и говорят, нужно сделать, пожалуйста, сделайте вот так, вот так, вот так. И вы увидите на выходе результат своего зачатия этого ребенка. Вы увидите, какой он у вас гениальный, где он будет учиться, и какая у вас жизнь жизнь. Они не понимают, а почему не понимают, я не понимаю. Ребенка надо воспитывать еще до того, как они его задумали сделать. Я уже пришла к выводу. Господи, сколько умных детей, как их убивают. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вы обратите внимание, что все вопросы были связаны с войной. С войной, с историей. Почему? Потому что вся история нашего русского государства – это сплошная война. У нас великие предки были, и мы должны быть достойны их памяти. Нация, которая не помнит своей истории, запомните мои слова – это навоз, на котором произрастают другие национальности. Хорошо, папочка. Все. Это ребятишки молодцы. Они вам веселили немножечко? Малахова не было. Ты подожди, ты не представляешь, я его четыре урока с собой. Я так счастлива, что ты его не привела. Я на тебе благодарность. Это мы как-то были в большой школе. Как-то там детишки равнодушны. Ничего не интересны. Ну, даже я уже безразличие процветаю. Равнодушные. Взрослых? А это отражается на детях. Безразличие. Мои хотя бы тут говорят, да, мне в них попал, но им не безразличны, да? Что и как. Музыка. 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 Наша задача сегодня, сейчас мы встретим Оксану Викторовну, библиотекаря, и она нас проводит к женщине, которая, по ее, конечно, рассказам и словам, является племянницей нашего русского писателя Бумина, Ивана Алексеевича Бумина, да. Да, поэтому, когда мы туда зайдем, ребята, если у вас будут какие-то интересные вопросы, задавайте, да, узнаем все, а потом делаем исследовательскую работу. Хорошо? Да, а потом, возможно, будет у нее работа, мы с вами снег покидаем. Так, дрова пополим. Леша, силен? Хорошо. Ну, молодцы. Ребята, сильно ничему не пугаемся, ничему не удивляемся, хорошо? Я здесь уже в уме, и ничем бояться. Как вас звать? Генрика. Вот, пожалуйста. Вот где фотокарточка той мамы, так? Так, давайте мы ее на чем-нибудь разомнем. Сейчас, вот видите, вот это Иванович Сеевич, юбый маленький, это вот мама, вот мама. Вот это мама и это мама, а моя мама одним лицом вот со своей матерью. Он о бедных людях больше волновался, писал. За деревню. Ну, друзья мои, вот оно, свои корни, начнем уже рисовать с понедельника. Да, а вот так вот, не поддерживать отношения друг с другом, родственников, да, по земле расскажу. Это как я с сыном, живу здесь вдвоем, приехали в Латвию, и когда за три часа собрались все в дом к маме, он сидел и потом говорит. Вот я тоже. И это все наши родственники, говорят, еще такой третья часть. Да. А что, мы рождение? Да? Это же мой пробел, что ребенок не знает родственников в лице. Так, вот это вот тоже вместе вот сюда кладем. Нет, где-то отдельно они меня были. Они его на меня не смогут. Леша, уходи! Чтоб я бегу, к вам! Давай, 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 давай повоюем. Это как слава! Мы Лешу на лицо набросили снег. Леша, ты подожди от меня. А меня, давай, что я не могу. Женя, сюда идти, иду! А она на краю, иди, 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 иди. Ты знаешь, я это самое... Ты вот сейчас это запишешь, а мне не понравится, что я буду знать, что я сказала. Не нравится мне. Понимаешь, я не прижилась все-таки здесь. Я все равно, с какой бы радостью я рассказала о своем родном там, да? Там, где я родилась, там, где я столько лет жила. А здесь... Ну, было и было, да, какой-то пласт жизни. Не все, наверное, так думают. Кто-то, видишь, мечтает и остаются, пускают здесь корни. А нам, вот видишь, Ира собралась уже у ежа. Все-таки тянет родная земля. В 85-м году, когда я ехала в Кимчан, здесь остановилась машина, на бензобузе я ехала. И Ирина говорит, давай зайдем в библиотеку. Ну, для меня библиотека, да? Крустальные люстры там или еще что-нибудь. А-а-а! И вот это уже было так! Мужикол, вот такой был. А все полностью от этих книг тяжести. Ну, и все. И я подумала, ну, значит, такая библиотека тоже была. Здесь и выборы проходили, здесь и сход бабушек, да? Все полосы здесь. Центр, культурный центр. Это дворец, да. О, будет. Что, да? Алексей, ты будешь быть дворец. Пойдем. Пойдем, пойдем, вот так. Пойдем. 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 Нет, 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 не закручусь. И так по 17 раз. Ого. Все, пошли. Сюда, кубачарь. Пойдем. Пойдем, поснимай, чтобы они не чай выливают, там пакость от стола. Вот это было так, корово. Бичик снимай. Помидоры на стенку приклеиваются. А, я же выливали тут. Вот это, с той школы пришел. Мама плакала, что он будет учиться. Они все время факи показывают в камеру и так далее. Ну, а зачем они тебе нужны? Ну, и так самоображаются. Ты знаешь, если бы ты зашел делать съемки, я поняла тебя, делать съемки в какую-нибудь зону, где зеки сидят. Это было бы все как-то естественно, и ты на это не обращаешь на ногу. Ты теперь понимаешь, как мы живем? И когда отсюда люди не хотят куда-то ехать, они еще ставят себе вот такой вот вопрос. Ну, расскажи про себя, кто ты есть. Царь есть. Что за царь ты? Царь. Царь чего? Царь чего ты? Царь дверей, что ли? Нет, ну, царь людей. Какой царь тут людей? Обычный. Идем по всем какой-то. Ходишь, выпендриваешь, но про тебя ты можешь сказать? Конечно. Что тебе рассказать? Ну, то, что корона у тебя есть, я вижу. А мечта есть? У меня все есть. Что? Все есть. О, это выгружение. Кого б еще так нежно целовали мои уста, если б тебя не знал? Кому б тянулись руки в тишине, если б душа была бы не открыта тебе? И кто б меня так предал? О, нежил и любил. И кто б меня так предал и забыл? Балдей. Если бы я не писала, такие грустные стихи, то не было бы меня уже. Ну, как ты не видишь? Я, например, сразу вижу. Вот здесь стоят наши бассейны. Здесь дорожки с камушек. Вокруг столов и вокруг бассейнов. Вот так идут дорожки, где они могут садить босиком по этим камушкам. Здесь стоят жезлоны. Здесь они отдыхают от солнечных лучей. Это надо видеть, когда приходят у нас взрослые с колясочками. С этими маленькими пупсиками. Они вот все вот так вот усаживаются. Они смокят, вот как на побережье Черного моря. Зрители всегда найдутся. А если еще ребята играют у нас в футбол, то взрослые тут. Тут, да, тут. У нас же даже есть и как дырительские лавки. И вот когда они себя чувствуют, что они где-то на каком-то краю, даже не в Амурской области, можно сказать, но где-то там. Но когда хочется побыть где-нибудь, так, на Желтом море, мы покупаем уже с трубочкой лесок. И они здесь ногу на ногу, в очках, со шляпами. Я этот период времени очень люблю, и дети этого ждут. И они здесь ногу на ногу, в очках, со шляпами, в очках, со шляпами, в очках, со шляпами, в очках, со шляпами. И в год туманный, и в год годах, так ярны, как вся поезда. И себе, ребята, выпало нам стройку железной, а короче, бам! Мы с вами, значит, в этом году будем работать, да? Да. Я так понимаю. По летнему отдыху детей. Я вам принесла, привезла несколько, значит, документиков, которыми вы будете пользоваться, собирая детей из малообеспеченных семей. Мы называем их дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, с которыми, на которых соцзащита вам переведет деньги на питание. Да? Понятно. Понятно. Вы работали в прошлом году, нет? Конечно. Ну, тогда вы знаете, да? Вы помните. Мы перечисляем сразу же, почему отдел образования в этом году во мне... Я в курсе, потому что я в шоке. Я не знаю, и люди-то звонят с претензией к нам, говорят, а это деньги, даже не областные, а федеральные. И у нас контроль, над нами контроль за ними страшный, до копейки. Мы 10 отчетов послали, что мы все перечислили. А как у вас легко в отделе образования, у нас в отделе образования, легко зависли они, и никто не ответил. Я, честно говоря, просто даже не нахожу слов. Я уже в министерство даже звонила, мне говорят, а по положению, по порядку мы не имеем права вмешаться и проконтролировать. То есть дети посетили, мы проплатили. А проконтролировать, как вам их отдали, не отдали, мы не имеем права. Потом же нужно конкретно на школы отправлять, на лагеря, а не куда-то, где эти средства аккумулируются, непонятно, как расходуются. Я просто на вторую неделю улыла. Я тоже улыла. Ну, уже отсюда убегайте. Ладно. Сможем там все-таки сделать вечера. Нажимаем зеленые лампы. Поэтические вечера. Вы будете свои заметки читать. Кто-то пишет стихи, будет читать стихи. Представляете, в библиотеке полушепота. По вечерам. Понятно, почему я хочу? В большую школу. И все тихонечко. Никогда. Вчера не получили все двойки. Она не могла не подставить. Они не хотят читать вообще литературу. Три. Я все хочу подвести в какое-то логическое завершение своей мысли. Я вот не понимаю. Дети понимают, что они учатся, для чего? Или не понимают? Или я уже начинаю терять догадку? Они для себя не хотят учиться? Для родителей не хотят учиться? Что ты думаешь, это круто, что ли? Конечно. Это же фильм войдет. Дай им подвиг. Я говорю, ну что, какие-то меры, может быть, как полицейские, какие-то воздействия, может быть, как-то у вас прописано что-то новое, или еще что-то. С детьми ничего. Говорят, вроде как там дети стояли, запинали какого-то мужчину. Вот вчера. Он говорит, если он несовершеннолетний, ему даже никуда не посадят, он даже в колонию не отправят. Раньше, знаешь, в колонию забирали, а сейчас даже в колонию не отправят. Только родителей, да? Да, штрафуют родители и все. А там такие родители, что им, по-моему, они ходят, эти штрафы платят, но иногда, кажется, они штрафы не платят. Мы явим им трущобас. Там ученик пересказывал в текстах Женьки Петершов в тех стране. Мы не обрали конслип им трущобас. Нет, окно прямо, у них же, а, да? Вот взглядывают, взглядывают за шторой. А кто, большая? Они видны голова. А нас не пустили на порог. Нас не пустили. Мы нежелаемые гости. Нет, слышишь, не зеленый гость хуже татарина. Ну, на что свою жизнь потратили? На служил детей. А с вами в запертих сидела. Но свои-то они раз уроки не проверяли. Что с ним делать? Вообще не понимает никаких слов. Да я ему сказал, что в тюрьму. Он не верит. Сейчас кто-то привлекут и все. Да привлекаем! Сколько ему лет? 16. 16. Он уже подлежит уголовной ответственности. Что, 300 рублей? Да заплати. Да ты что, 300 рублей, Женя? Уголовная статья тебе будет. Да. Вот. Ты вообще понимаешь это или нет? Конечно, да. Что ты понимаешь? Да все, я понимаю. Что ты понимаешь? Ты понимаешь, что тебе место на скамье подсудимого? Что ты сядешь просто-напросто и все. Что дому? Что-то я тебя нагрубил. Ты мне не тыкай, понял? Я старше тебя. Что-то, что старше. Я на должности нахожу тебя. Да я не уважаю тебя, чтобы на вынос давать. Ты мне не тыкай. Женя! Сейчас, совершенно просто. Выйди за дверь. А все, я пошел. Куда ты пошел? Женя! Женя, ты что делаешь? Все, давай. Женя, ты что делаешь? Ты что делаешь? А что ты на нервах поднимаешь? Еще одна. Присядьте сюда, не переживайте. Присядьте здесь. Сейчас мы разберемся. Алло, Юрий Павлович. Да не надо, не могу. Вот тут вот вызвал к себе Плотникова. Евгения такой, с малолетка у нас. Он сейчас вот здесь вот ведет себя вообще по-хамски в прокуратуре. Там вообще никаких слов не понимает. Вы там его поймаете. Разъяснительную работу проведите с ним по поводу того, что не надо там людям угрожать, что там, ну, тут угроза, там, все, все, все. Сейчас в прокуратуре тут хамки вел, на ты там тыкает, выкает. Вот, что угодно позволяет ему 16 лет, вот, что вот будем с ним делать. Мать-то тут сейчас оскорбляет свою, ну, вообще никаких, никаких границ вообще не знает. Ну, и как ты с ним вообще оскорбляешься? Ой, ну, дома он нормальный. А здесь что? Ну, я не знаю здесь чего. Нет, конечно, красиво. Сюда хорошо приезжать в отпуск. В рыбалку сходить, по тайге походить. Посмотреть, как кочки зеленеют и цветут. Ну, постоянно. Кстати, смотри, какой хорошенький домик, если бы ты смотрела на картинки. Представляешь, вот такой бы на берегу Балтийского моря. Ну, ладно, пусть в три раза будет меньше. Представляешь? Я вот мечтаю. Хочется, чтобы дети жили намного лучше. Ну, у них же нет в голове дырки, чтобы туда знания класть. А ты представляешь, что вот такой же Андрюша через лет 15 придет в поселок большим начальником. Я тебе серьезно говорю. Может, он даже поселковый бассейн придумает и будет деятелем. Я, я, я не знаю, Я-ка. Геннадь, ласточка моя, выручи. Вот, девчата, там, и вот приехала эта милиция. Присципствие нужно только на полчаса. Ну, послушай, так, вот украли этот. Ну, я не хочу, слушаю, что с вас не здесь. Это украли, что-то ребятишки там у кого-то. Там, когда присутствует, нет. Ну, в той школе теперь все наши. Теперь худоре. Березовская сказала, вызывайте родителей. Те, кто не кричат, родители вызывать не будем. Все, давайте. А где-то нужно родителей, извините. Она говорит им 16 лет по уголовно-процессуальную конкурсу. Родители написаны, жалоба, будем написываться все вместе. Ну, не знаешь, кого сможет. У них есть родители, конечно. Ты знаешь, иногда мне кажется, хорошо, когда есть наводнение или еще что-нибудь. Ну, когда все это глухо и все с чистого листа. Давай, давай, добровольцы начнете. Развиваться надо, нет? Присаживайтесь. И как это же нашим людям-то нравится. И шуршат они в этих шанхайках. И в спортивных этих костюмах с повозками на боку. Я не могу детей больше видеть в такой одежде в школе. Не знаешь, вот это роба какая-то. Так и хочется сразу их отправить и в леса эти рубить. А родитель говорит, а как я могу заставить одеть его нормальную одежду? А почему ты должен заставить? Так что парадоксального в том, что ну и что, ну одевается, одевается. Ну пока будет всем ну и что, так и будет. Понимаешь? И каждый ну и что, всем пуфик, ну и что, всем безразлично, ну и что. Андрей, а давай мы с тобой в сентябре месяце кукольное... В сентябре месяце, 7 сентября и день рождения будет только. Ну и что? Это же здорово, ты повзрослеешь, помудреешь на целый год. И ты будешь ходить ко мне в кукольный театр? Будешь? У тебя голос очень интересный. Нормальный? Нормальный голос. А скажи голосом, закричи, вот как петух кричит. Ой, оу, царство, лёжа, на боку. Ну-ка покажи. Вот так. Вот так вот. Она уже придёт, она чего-нибудь туда полезла? Сами пусы, да? Давай, Влой! Пусть милиция приезжает, он тут опрос. А что, а что позови? Вот он живой, блядь. Мужики, давай, залазь сюда. Да я не полезу, пусть милиция... Давай, Влазь! Влазь! Вы что? Не, там надо посмотреть. Живой живот шевелит, что руками шеет тряпку тут. Кто живой? Там сидит. И что, живой? А что ему горело-то в этой стороне, а он-то там сидит? Он в углу там сидит. Блин, я... Влазь, 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 влазь. Вон-то, влазь, 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 влазь. Влазь, влазь, влазь. Влазь, девочка. Влазь, 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 влазь. Я шел вот так вот прям, в отвлече, вот так бычок кинул, нахуй. Фуёрь. Ты, что? Давайте, объединяйте нахуй меня. Безразличие из 14 опрошенных, 13 написали безразличие. И в то же время демократия у них там правда. Демократичность, потом безразличие. Это что? И получают удовольствие от обучения 4 человека. Но это страшно. Так это уже не только школа должна заниматься. Это уже общество должно подключаться. Что дальше? Наверное так. Изразличие это так страшно. Может быть он там будет заявлый мошенник или какой-нибудь там бандит. Может быть бандитом, чем безразличным. Мы со школы, со следовательской работой. Хотим спросить, у вас есть животные дома? Да. Кто? Светка наш. Молодой человек. Скажите, у вас дома есть животные? Нет. Нет ни в коем случае. Нет. У меня только собаки. Ага. С собаками. Вы видите, ребята? Многие люди любят собак. Завтра, а может даже уже сегодня, вот весь этот подъезд, который с нами общался или мы с ними общались, они выйдут в магазине или что, и по соседнему подъезде спросят. А у вас вчера были? Нет. Кто написал? Нет. Не ты написал? Написал. Ну хорошо. Здравствуй. 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 А? Не уверена. А ты, а ты до нам включал? Помнишь? Я уйду в любом случае. Я что, буду на 3 тысячи работать что ли? Ты что, смеешься что ли? Если я ввела просто до этого географию, а теперь я буду на биологию, зачем мне это надо? А вы верите, кстати, в теорию Дарыны? В обратную реакцию я не верю. Человек в обезьяну может. Уже человек превращается в обезьяну. Ну а то, что обезьяна в человека не верит. Пацаны, вот у нас после варилочки. Лед еще стоит. Они запрыгивают в река Селимжа. Вот они пошли. Это вот первый. Вот второй. А вот он лед стоит. Парни, как себя чувствуете? Заебись! Заебись! Пацанам заебись! Самое главное в этой жизни, чтобы всем было заебись! Подай голову! За дверь! Давай! А-а-а-а! А-а-а-а! Да ну нахуй! Ничего не хотим знать! Ничего не хотим уметь! Неужели мы на самом деле навоз, а? На котором вырастают другие нации? Здравствуйте! Я приняла вам привет показать, как работают люди. Почему русские так не могут работать? Ну сколько я работаю в России, у вас сколько пустая земля, да? Я сам езжу до Китая, в Россию. И сами возили картошку даже в Россию. Капусту. Это тоже позор. Все сколько земли, а даже картошку с Китаем приводить. Красиво, да? От Сиэланда стрелать. Вот ты когда подарила ему цветок в машинке? Да. Ты заметила, как он радовался, да? Да. А ведь он понял. Он улыбался. Он улыбался, да. Они догадались, что из всего можно сделать какую-то красоту. Я жалею, что не нашлось ни одного здравомыслящего человека, который мне положил карту и сказал, «Генричка, милая, вначале посмотри вот это, теперь узнай, как там люди живут и что ты меняешь». Даже мне не сказали, что сюда ссылку отправляют людей. А я по добрый год. Ну вот, мозги были. «Генричка, милая, вначале, 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 вначале». «Генричка, милая, вначале, 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 вначале». «Эх, иногда хочется вот так вот закрыть глаза и сказать, нет, это было не все, но и зачем обратно домой». «И зачем ты опять порвала билеты? ты же мечтала отсюда уехать? Не всегда». «Переоценка ценности моей произошла». «Всегда побеждает тот, кто рядом». И у меня все пошло вот так, все вот так ясно стало, вот так вот, все ясно, я почувствовала, все, я почувствовала жизнь ребенка здесь, так, работа здесь, это здесь, учеба тут, перспективу, буквальный театр, все, все, жизнь, все. Она, вот, понимаешь, вот, как фронкул взорвался куда-то, вот, все ушло, и вот оно, жизнь, вот оно. «Вот оно, вот оно. Я здесь нужна, я нужна этим детям. Я нужна вот этим детям сегодня, которые не понимают, что творят. Я нужна буду своим внуком, который тут родится, тут родится, сын, который здесь». «Всё, это ломанный кусок». «Моя умеешь, всё». «Да, теперь я туда могу съездить, могу не съездить. Как сказать, будет возможность, я съезжу». «Чего бы не написать, чтобы все это сгорело?» «Классно будет, да?» «Держи, вот так, чтобы не мешала, там, учиться, там, лень, там». «Да, да, лень в первую очередь, пиши». «Хочу, чтобы все это плохое ушло. Сгорело, сгорело, унеслось. И пусть всё будет у нас только хорошее». «Сидите, когда нам будет гореть, и всё это ваше плохое будет гореть». «Вамечательно придумать, чтобы это дело хорошее». «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» «Гори, ясно, чтобы не погасло!» «Гори, ясно, чтобы не погасло!» «Когда сожгли всю эту чучельку и природность, я ни с того, ни с сего начала вот с таких...» «Но ведь к этому я шла несколько лет, получается». «Представляешь, сколько было всего накопилось внутри меня?» «Я же не просто так сюда, значит, приехала». «Не бывает просто так ничего!» «Значит, для чего-то!» «Вот оно, всё!» «И вот смотри, Михаил, с виду бывает человек очень хороший, а душа у него чёрствая, чёрная, как вот это сухое дерево». «И нужно заставить себя мечтать, вот что мы теперь делаем этими листочками, заставляем мечтать свою душу радостными мечтами. Глядишь со стороны?» «Весело смотреть на такое дерево?» «Да, да». «Весело смотреть?» «И оно не кажется даже старым». «Вот именно! И старым оно не кажется, и живым оно кажется, и добрым, и радостным, да?» «Угу». «Так что умейте мечтать, ребята, мечты сбиваются». «Весело, как тревожен нет пулу, не уснуть, не уснуть, не уснуть, деревеньки купола и метель белым вела. Отрешённо, загружимо, чтобы снова я решила всё вернуть. Как тревожен этот путь куда-нибудь. Как тревожен этот путь. 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 Вот как только вот этот костяк уедет, здесь детям уже делать будет ничего. Ну всё, митинг, танцерт. Всего 25 минут. Вон, посмотри, как посёлок вылезали перед праздником. Щит вон прогнивший 25 лет БАМу сняли наконец-то. А 25 лет, когда отмечали… Тоже всё здесь было. Где был, и куда поезд прибывал, и чего там? Вот на эту вот станцию, вот на этот вот вокзал был концерт. Потом какой-то ещё поезд был с артистами, с Хабаровской филармонией, я знаю, что там были люди. Да, ну и, конечно, наши выступали, танцевали, да, люди радостные. Но я хочу сказать, что мало у кого было на лицах радости. Из тех, которые здесь начинали этот строить бар, не было. Может, я так видела, может, человек видит то, что он хочет. Нет, не было радости. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Муда мы проложим магистраль. Это великий парень, который взрослый, Встретим долгую дурку. В биографию планеты пишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Слышишь, время гудит, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Слышишь, время гудит, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Лягут рельсы, будто струны наших песенных гитар. Солнце в небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Мура мы доложим магистраль. Слышишь, время гудит, а-а-а-а-а-а! В расторах крутых мор, И большая тайга покоряется нам. Остановите поезд! Остановите поезд! Продолжение следует... Продолжение следует...